ну сейчас так друзья друзья мои сегодня 22 сентября всем привет уже на улице вечер мы должны были выйти в 16 часов на улицу вот потому что потому что с утра и днем я делала всякие домашние делишки сейчас еще придем буду мыть посуду так я помыла полы пропылесосила перегладила кучу вещей перестирала и сейчас придем домой буду значит своем посуду еще мыть нужно еще сделать покупки сейчас приготовить ужин в общем я сегодня вся во власти всяких домашних разных дел но тем не менее богу пришел сюда поесть со мной на мир общался два часа два часа дамир общался где-то три с половиной часа с бабушками вот дедушка не позвонил на разу позвонит вечером но да ладно дело не в этом дело в том что мы сейчас уходим кормить уточек я тут собрала всякие припасы вот так вот это как-то будет выглядеть мы сейчас идем будем кормить уток да как-то так короче ну на больничном но дышать свежим воздухом необходимо пока погода позволяет поэтому мы сейчас отправляемся кормить уток делать покупки в банк по делам какие у вас планы делитесь комментариях давайте общаться пишите мне в инстаграм заходите к нам в инстаграмчик смотрите наши фотографии там всегда свежие фотографии кстати роза еще стоит мы на месте так блин листочек упал за стол ладно будут гербарий следующим жителям этой квартиры вот от нас не знаю что сказать мы сейчас целыми днями я вот спала целыми днями в после в последнего дни я спала все время практически вот да мир тоже причем мы вчера с ним проснулись когда я поняла то есть мы решили этот вопрос вот да с отеком клинки у дамира был отек клинки утром заболела мы отправили его на больничный вот я уже рассказывала вчера об этом обо всем вот в хаотичном порядке еще справляю какие-то видосы почему в хаотичном потому что ну стараюсь отправлять те видео которых у которые вот они маленькие которые потому что у меня честно говоря нет нет здоровья сидеть просматривать большие ролики сидеть их отправлять потому что ну я плохо себя чувствую поэтому какие-то отправляю из нашей жизни видео как какие-то какие-то пока ждут на очереди в общем я о чем я о том что чуть мы вчера вот потом дамир принял лекарств мы сходили в магазин потом дамир принимал лекарства и мы короче легли посмотрели мульт одну серию мульта огромная просто и хозяйка у нее огромная не зря же говорят что собаки и хозяева их очень похожи между собой да ладно дело не в этом короче у меня все мысли сумбурную потому что в последние дни я практически все время лежала больная вот я себя мерзительно чувствовала и лежала просто спала отдыхала дамир в принципе тоже и вчера тоже дамир ушел на больничный я сначала подумала что у него губа распухла что он разбил губу вот он говорит нет но фигом может ударился где-то может я не знаю там но что-то ударил сразу не опухла как-то или не так сильно там-то не проявилась себя вот а тут короче с утра проснулся и такое лицо ну как ну всякое бывает ну фигом может туалет выходил ночью когда я спала да я не видела этом я не знаю там ударился голова там кружилась еще что не знаю первая мысль была что губу разбил или как-то может зубами она так вот как-то это и когда спал надавила пухло ну тихо вы не знаю укусил кто-то вот царапнул каких только мыслей не было потом я поняла что это отек начинается все это стало раздуваться сильнее и сильнее вот так как я вечно освещаю всякие болячки я могу фотки кинуть в инстаграм обсудим эти вопросы потому что я уже как-то кидала когда у меня была тек в инке фотографии в инсту и мы с вами это обсуждали вы писали мне свои истории как вы лечились делились друг с другом советами в этом вопросе был такой момент я помню в общем ладно тоже дело не в этом я в том что он потом когда до мира стало немного полегче он попросился пойти на улицу подышать свежим воздухом и вышли сходили в магазин в банк вернулись домой ну пока ходили подышали вот и мы значит увалились смотреть мульт посмотрели одну серию почти до конца и я помню поворачиваясь демит уже уснул и я короче на этом моменте видимо тоже вырубилась мы проспали с обеда до самого вечера потом мы проснулись пару часов по бодрствовали ну вот поели посмотрели еще один фильм и легли спать но не до конца посмотрели фильм все и легли тоже спать вот я очень не люблю еще такой момент когда некоторые люди бывают пишут а вы что не мылись перед тем как лечь спать или а когда ты зубы чистила или еще что то ну я очень часто опускаю такие моменты как в духе там почистила зубы умылась сходила в туалет искупалась перед сном ну как как бы я считаю что это и так понятно что люди нормальные ходят мыться ну кто-то ходится утром и вечером кто-то ходит только вечером кто-то ходит только утром но для меня например самая такое вот это то что я не понимаю как можно лечь спать не помывшись я обожаю когда помоюсь лягу в чистое постельное белье вся намазина там всякими кремушками масочки всякие еще что-то от меня вкусно пахнет там парфюме и парфюмированным спреем для тела или там кремом каким-то для тела вот и все я ложусь я прям все отдыхаю а когда я вот не помоюсь на ночь я прям не могу у меня такой сон тревожный бывают моменты когда вот очень поздно приходишь домой вырубили там свет воду бывают всякая вот или там ну совсем херово там температуришь болеешь я не знаю я вот читала на форуме есть люди которые даже с огромной температурой все равно идут под душ у меня когда огромная температура мне хреново так что я еще думаю идти ли мне в туалет или еще потерпеть вот не тоже не то что в душу это когда я как бы ну опять же момент когда мы лежали с дамиром в инфекционке там вообще негде было мыться все мытье у нас было это влажные салфетки вода из-под крана и сухой шампунь который мы просто наверно весь себе на пушку вылили а перед тем как выйти из туалета больницы потому что нужно было себя хоть как-то привести в божеский вид я была в диком шоке когда я узнала что в находке не нет этих самых божья да ёлы-палы я когда узнала что негде мыться находки нет как в донецке душей я конечно все понимаю я сейчас скажу подумают что ханжаут я когда с кем-то разговаривал из находки об этом все люди начинают думать что ханжа я не лежала во всех больницах донецка но в тех больницах которых лежала я есть туалеты биде и души с горячей водой вот и можно пойти помыться нормально и обычно стоит на одном крыле три туалета одно биде и душ и на другом крыле тоже стоит три туалета одно биде и душ и естественно в каждом туалете есть одна или две раковины и зеркало вот на одном крыле и на втором крыле тоже самое ну естественно есть как бы платные палаты вот в которых уже все это есть да не только на крыльях ну а в каждом крыле те что туалеты души и так далее это для общих палат есть холодильники есть телевизоры в общем-то много-много другое я была в шоке когда узнала что в находке этого нет по крайней мере в больнице в которой лежала я и еще нескольких больницах города которых мне рассказывали мои какие-то знакомые этого всего нет и я вообще когда ходила на маникюр в девчонке она мне сказала что так и так здесь типа вообще этого нет в принципе в самом городе здесь нет негде помыться и и когда я лежала в инфекционке с демиром там была ванна какая-то такая мини ванна и в этой мини ванны мыла половую тряпку санитарка я поняла что я даже голову не смогу помыть в этой мини ванной потому что мои волосы будут соприкасаться с этой ванной то есть я допустим я их там перекину все до туда ванну и мои волосы они дойдут до самого как бы дна этой ванной и я в общем-то дотронусь волосами до этой ванны до всей этой грязи и мне будет очень неприятно вот я поняла что даже голову не могу нормально там помыть это в общем ну какая-то такая ну дичь время ага это как-то такая дичь это так ужасно это так было относительно и мне было так противно что я не могу помыться по-человечески и мне короче там одна баба говорит ну поедь типа домой помойся потом вернешься ну я понимаю ну как бы она не понимает того факта что как бы мы легли в больницу вместе да понимаешь что я не болею я легла как сопровождающая с ребенком ну типа мы в одной лодке если он не может помыться то типа я не буду не буду и если мне нужно уехать то получается кто будет за малым смотреть в это время кто будет помогать ему уходить в туалет умываться кушать вводить его на процедуры потому что у него он очень плохо ел вот он вообще не ел еду которая была в больнице потому что там была не еда а что-то зашкварная вот то есть люди пришли с инфекцией с какой-то с проблемами какими-то желудком с кишечником и так далее да вы их кормите супом и сайры баночной а вы их кормите сосисками ну типа серьезно что ли это не еда это вообще не питание людей для детей вот а уж тем более для детей у которые легли в инфекционку ну да ладно что там бубу все дело в том что он как бы ел еду только ту которую привозил володя нашу еду привезенную не та что была в больнице будем и в общем у него очень кружилась голова ему было плохо он кушал мало покушал старался кушать но кушал мало и голова кружилась вот и конечно конечно я его в таком состоянии бросить не могу как я легла привет тебе